Еще раз добрый вечер или добрый день, в зависимости от того, откуда вы меня слышите. Я рад с вами пообщаться. Я поддерживаю часть того, что сказал Григорий Михайлович, но в особенности то, что для тебя или для меня существует действительно то, о чем я знаю. И важно понимать то, как я знаю. Но при этом всегда надо помнить, что не все таково, как вам кажется первый взгляд. На этот счет есть много притч. И поэтому, как только начинаешь познавать, начинаешь осознавать. И этот процесс нескончаемый. Поэтому я хочу сегодня ответить на вопросы. Я неоднократно говорил, что вся информация есть. Вопрос только в том, ты, он, она, они пользуются тем, что дает компания Skyworld Community или не пользуется. Что дает сайт инженера Юницкого, что дает РСВ сайт. То есть везде есть много информации. Люди порой просто не знают, не интересуются. Но вопросы есть. Поэтому я зачастую говорю, что нет глупых вопросов, могут быть глупые ответы. Постараюсь сдержаться от глупых ответов и в какой-то степени повернуть человеком или людей, или человека, который задавал вопрос, в сторону того, чтобы познать и начинать втягиваться в процесс. Процесс действительно таков. И о нем можно много эпитетов привести, как говорил уважаемый Мирошниченко. Но, тем не менее, надо знать и технологию, надо знать азы о проекте. То, что я размахиваю руками и говорю, что проект колоссальный, хороший, это все эмоции. Это тоже важно. Но это важно тогда, когда я досконально знаю минимально, хотя бы минимально, о том существе. Что такое проект? К сожалению, дорогие друзья, многие, задаешь вопрос, многие не знают, что такое проект. Начинают, говорят, это Skyway. Skyway это технология, дорогие друзья. И даже еще не технология, нельзя сказать, что это технология. Куда ты инвестируешь? В Skyway инвестирую. В какой-то степени на кухне это можно сказать, но когда ты общаешься с партнером, так нельзя говорить. Поэтому сегодня прошу очень внимательно отреагировать на те вопросы, которые я буду отвечать. Потому что они направлены как раз на то, чтобы показать, что смотрите, здесь даже название сегодняшнего, как бы моей доли, которую я внахиваю в сегодняшний семинар, вебинар. Это бизнес, мы и наш проект для партнеров России и близлежащих сопредельных стран, которые к ней присоединяют. Ну, как бы прилегают, извиняюсь. Итак, дорогие друзья, пойдем дальше. Времени у меня немного. Значит, вопрос первый. Прошу рассказать об этапах выкупа доли или превращения их в акции в 2021, в 2020 году. Человек задает вопрос, потому что, ну, я понимаю, почему он задает вопрос, что ограничится ли это все 14 этапом, как говорил Мир Шиченко Григорий Михайлович, или же мы войдем и в 15 этап. Вы понимаете, если посмотреть бизнес-план, я отталкиваюсь от базы проекта. В бизнес-плане есть 15 этапов. Чтобы завершить технологию, а этапы не от того, что они просто этапы. Кто-то взял, вот так ударил колокол Юницкий Анатолий Эдуардович или там еще кто-то и сказал, все, баста, 14 этап закончился. Нет, у каждого этапа есть финансовый план. Если посмотреть финансовый план, который не менялся, извиняюсь, 2014 года, да, то там было зафиксировано в бизнес-плане, что в проект на 14 этапе должно быть проинвестировано или привлечено, скажем так, 25 миллионов. В 15 этапе еще 25 миллионов. Это значит, предполагалось, что на предыдущих этапах там еще 13, 12, 11 этап привлекалось по 25 миллионов. Но вы понимаете, что проекты переходили, работы выполнялись как Юницкий Анатолий Эдуардович дешевле и обходился проект с меньшими затратами, меньшими деньгами, выполняя задачи. Осталось только по проекту проинвестировать, значит, в высокоскоростную технологию ее выведения, построить, просерфицировать, вывести на рынок и вывести, значит, Юникод или грузовую часть грузового транспорта, которого вообще не было в проекте. Вот, в принципе, от этого и зависит. Поэтому я так думаю, что, скорее всего, в этом году мы сможем перейти и должны будем перейти на 15 этап, который завершится полным завершением всех основных пунктов, пунктов проекта, которых я еще скажу позже. Как получить выписку из реестра, заверенную юристами компании, чтобы можно было с этим документом идти к нотариусу, оформлять завещание? Не нужно никуда идти ни с какой юридической выпиской. Вот есть, смотрите, я сделал здесь, значит, выписку из реестра, значит, сертификат из реестра, это мой личный, да, одну строчку я сделал. Здесь есть время регистрации, значит, какие доли или акции, в данном случае это акции shares. Номер такая-то, по номеру такой-то, 13100, это еще в 2016 году, значит, мой адрес, где я родился, когда родился, как крестился. Данные на английском языке, все, больше ничего не надо, никакой не юридической, вам нотариус заверяет, значит, завещание. Не то, что вы владеете, а то, что вы отдаете, фактически это по вашей воле, по вашему волеизъявлению, и вы персонально подписываетесь под этим завещанием. Не более. А что вы там передаете? Велосипед, акция номер такая-то, по акции номер такую-то, весь пакет, весь вот этот, всю эту строчку, или от номер такой-то, например, 13000 передаете сыну, а 100 акций передаете домохозяйке, которая вам помогала. Вот и все. Все это возможно, не надо всю строчку передать. Поэтому, еще раз повторяю, нотариус утверждает только то, что вы есть вы, и что это ваша воля, не более. Поэтому никаких там выписок, ничего больше не надо, кроме этой. И более, боже упаси, никаких ни сумм, ничего не вносите. Только номер акции по номер такой-то. Как в тексте завещания называть доли? В тексте завещания так и называйте. Если вы боитесь назвать их, они называются акциями. Понимаете? Это условно. Когда-то ввели понятие доли, потому что торговать акциями на рынке нельзя. Хотя люди не понимали, что мы не торгуем акциями, а мы получаем акции в залог. И в процессе залоговой сделки берем ее в свою собственность в залог. Все. Понятно, да? Поэтому, как хотите, так и называйте. Shares на английском языке есть shares. Никто к вам не будет придираться. Если собственник доли хочет разделить свой портфель между несколькими, я уже объяснил. Можно делить и не надо ничего, хоть на равной части, хоть не на равной части. Какие действия нужно сделать? Пятый вопрос. И чтобы сейчас при жизни владелец доли сделал подарок и переписал только наследство, не более. И как то растут силу после того, когда волей изъявитель является... А, немного тише. Я понял. Сейчас, одну минуточку. Сделаем тише. Я слишком громко говорю, значит, мне надо просто тише говорить. Наверное, сейчас я посмотрю. Так, да, минутку. Если я громко говорю. Как сейчас мне слышно. Дайте обратную связь. Уже хорошо. Хорошо, ладно. Я просто... Я привык громко орать, как в армии. В свое время, когда служил много-много-много лет назад. Срочную службу. Другого человека. Поэтому только в порядке передачи по наследству. Есть ли у нас прописана подробная инструкция о том, как вступить в права? Нет, нету и не будет. Я уже объяснял об этом. Потому что в разных странах разные условия. В каждой стране есть основания. Самым основным является то, как нотариально оформляется завещание. Все. Не более. В случае, если нет завещания, то человек, ушедший в мир иной, имевший или имеющий сейчас личный кабинет, это является имуществом, имеющий определенное количество доли или акций. Его родственники по истечению в этот печальный, по этому печальному случаю, должны будут просто заявить нотариусу, что перечислить в имущество входит то и то. Причем, заявив в кабинет, только логин не вносят туда кода или пароль, извиняюсь. Вот. И количество долей, которые у него там есть. Или пакетов там. Такая-то, по такой-то, такая-то, по такой-то. Поэтому лучше всего, когда у вас есть аналогичная, как я уже показывал, она очень большая у меня. Я здесь в выписку сделал. Вот такие есть различные по Евразии НРЭЛСКВ Системс Холдинг, по Евразии НРЭЛСКВ Системс Холдинг 2 и по Евразии НРЭЛСКВ Системс Холдинг 3, акции или доли которого мы сейчас используем или система использует для залога под кредитование проекта или инвестирование в проекты. Подскажите, как переоформить пакет малыш и студент? Очень просто, если малыш или студент уже достиг 18 лет, нужно заявление написать в Евраз на Евгения Кудряшова и компания оформит все и объяснит, что как делать будет. Если нет у этого малыша или студента, достигшего 18 лет личного кабинета, на него будет он открыт и туда будет все ему почитающееся переведено. Так, кому-то там 80 лет, он хочет получить свой остаток в доле. Этот вопрос не из России, я его просто на всякий случай сюда перенес. Ждать больше нет смысла, смысл всегда есть. Вопрос только в том, что, скорее всего, этот человек не оформил. Я думаю, что оформить, дооформить нужно. Неважно, на какой платформе он это сделал. Инвестиции RSV, Skyward Community или Skyward Capital, как он раньше назывался. Или же в СВИГе. Все нужно довести до конца. Если человека, похоже, он не знает, ему надо обратиться тогда к своему спонсору или же к региональному куратору, который найдет или объяснит, как действовать дальше. Какой объем средств в долларах США вложено в основную технологию, ну или в данном случае в проект, какова его оценочная стоимость на данный момент. Значит, по-разному можно оценивать. Первая оценка, это, на мой взгляд, или я рекомендую использовать, когда вы поясняете это, зао-струнные технологии. То есть, это дочерняя компания Global Transport Investment. Если вы посмотрите договор конвертируемого займа, то вы увидите оттуда, что Global Transport, все средства идут Global Transport Investment, которые финансируют реализацию проекта. В первую очередь, это зао-струнные технологии, стопроцентная дочерняя компания. Сейчас по оценочным балансовой стоимости там, я полагаю так, что я еще не видел свежего баланса за 2019 год. Вот он вот-вот-вот должен после июня месяца, в июле или в августе он должен появиться. Вот, значит, я думаю, что там 75 и более миллионов уже. Прошлый баланс был 59 миллионов. Вот, плюс очень много различных других средств, во что капитализируется. Плюс добавилось там помещение еще и так далее. Так что, если говорить в основную технологию, то плюс к этому еще есть кое-что в Мариной горке, что прямо в баланс не входит, но это инвестиции. И плюс шаржа. Таким образом накапливается сейчас где-то около 100 миллионов, можно так сказать. И это где-то проскользнуло и Анатолий Эдуардович, когда он давал оценку. Но это так, знаете, ну примерно столько-то, примерно столько. Вот, чуть-чуть больше, чуть меньше, но около 100. Я так думаю, что оценочно так и есть. Сколько средств еще необходимо для завершения строительства и сертификации на объекты основной технологии? Понимаете, как раз это то, что надо сертифицировать. Если вы посмотрите бизнес-план по 10 вопросу, да, ответ на него, то там видно, что надо сертифицировать высокоскоростную технологию. По ней предпроектные работы сделаны для варианта в Белоруссии, в Марьиной Горке. И уже сделана очень нор для того, чтобы реализовать строительство 25-километровой части от 80-километровой трассы, для того, чтобы делать эту сертификацию уже в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, поэтому там, но оставшихся работ еще осталось где-то на 10-15 месяцев, если смотреть бизнес-план, именно график. Вот, причем, как это ни странно, я буквально вот пару месяцев назад стал смотреть более внимательно бизнес-план и посмотрел его пессимистический прогноз. И там пессимистическо мы как идем по пессимистическому прогнозу, временном характере я имею в виду. Вот, остались как раз вот эти работы по высокоскоростному транспорту. И в этот же период вписывается все то, что связано с Юниконтом. То есть для этого нужно там само транспортное средство довести до конца, просертифицировать там определенные работы уже делаются в Белоруссии. И плюс вывести Юниконт на трассу 2,5 километра и на трассе 2,5 километра начинать отрабатывать все режимы. Причем это должна быть трасса, которая способна держать нагрузку 50 тонн как минимум. Это само средство Юниконт и контейнер, грузовые контейнеры, которые будут перевозиться. Вот, это те работы. И поэтому, если по бизнес-плану весь, вся часть высокоскоростного транспорта была там, оценивалась от 80 до 110 миллионов, скажем так, ну 20-25 процентов из этого сделано. Это значит осталось, условно говоря, осталось еще 80 миллионов, да. Но теперь это можно еще поделить пополам. И это примерно те работы, которые будут, которые дороже в 3 раза, чем в Белоруссии. Будут делаться, значит, в целом это где-то 150-200 миллионов надо еще вложить. Вот вам весь расчет, значит, сколько средств еще нужно для завершения строительства. Строительство и сертификации. Кем я был в армии? Старшиной был в армии, Александр. Так. Дальше. Значит, завершил срочную службу. Так, один вопрос. Когда фирма выйдет на биржу и сколько я должен вложить в фирму? Вот хороший вопрос, друзья. Держите уши на востре, как говорится по-русски. Здесь практически вы получите ответы на многие вопросы. И поймете, что такое проект и сколько нужно инвестировать. И сколько я должен вложить в фирму? Вот человек задавал вопрос в расчете на акции, чтобы получить доход 5000 евро в месяц в будущем. В месяц навряд ли будут платиться дивиденды. Я так думаю, обычная практика мировая это раз в год. В лучшем случае по квартально или по полугодиям. В нашем случае это очень много инвесторов, много акционеров. Это лучше только в год раз. Потому что это очень дорогая процедура достаточно. Не дорогая, а, скажем, многообъем работы большой. И лучше делать это один раз. Я посчитал, 5 в месяц на 12, 60 тысяч человек хочет получать в год. Если на одну акцию будет одна десятитысячная евро, одна десятитысячная, то 60 миллионов акций надо ему иметь. Понимаете? 60 миллионов акций, чтобы получать в год 60 тысяч евро. Пускай выбирает. Это такой пессимистичный вариант. Более оптимистичный это одна тысячная. Тогда надо 6 миллионов акций. И тогда он тоже будет иметь 60 тысяч в год. Теперь посмотрим, а что для этого надо компании делать. Чтобы получить одну десятитысячную на акцию дивидендов, сумма прибыли компании за год должна быть 140 миллионов евро. 140 миллионов евро. И 20% от этого пойдет железо сразу. Считается 28 миллионов евро пойдет на дивиденды. На дивиденды в компании. В какие компании? В компании, которые мы знаем. Вот на эти акции в компании. Холдинг Евразин Рейлс Кавиасистент Холдинг, Холдинг 2 и Холдинг 3. На все эти компании. И не важно, где из какой компании у вас эти акции. Я по количеству говорю, сколько на эту акцию надо. То есть 28 миллионов уйдет в эти компании. В соответствии они разделятся там по количеству акций. Чтобы получить прибыль. Чтобы получить эту прибыль. 140 миллионов при 25% доходности. Это такая более-менее доходность. Оборот компании должен быть не менее 560 миллионов в год. Это можно построить, ну скажем так, 101 километров трасс. Всего-то. Понимаете? Это при варианте таком. Если же мы захотим получить одну десятитысячную. Ой, одну тысячную, извиняюсь, да. То тогда все умножьте, придобавьте еще 0. 5 миллиардов 600 должно быть объем оборота. И это все и строительство, это и эксплуатация уже и так далее. То есть доход и прибыль, извиняюсь, из эксплуатации. Вот. Это должно... И здесь будет 1110 километров. И то, и это реализуемое, дорогие друзья. Поэтому даже я, когда я этот пример рассчитал человеку, я подумал, что не случайно говорю, что вполне рассчитываю на дивиденды в 2021 году. Я на это рассчитываю и сегодня. Я это честно говорю. Как у вас решен процесс продажи струнного транспорта, струнных трасс в мире? Извиняюсь. Извиняюсь. Как у вас, Мир, и на какую сумму уже подписаны предварительные заказы? Конфиденциальная информация. Но Юницкий сказал, что на предзаказы и заказы уже десятки миллиардов. Десятки миллиардов подписаны, дорогие друзья. Десятки миллиардов. Понимаете? Не вдаваясь там в подробности, где, чего, сколько и как. Когда начнется, это другая история. Когда начнется оборот и финансовое движение, это другой вопрос. Но это покрытие уже есть. И когда будем мы выходить к моменту на биржу, на IPO, это все будет железно показано. Запланирован ли на этот год Экофест? Никто не отменял его пока. На этот счет могу сказать, что за 99 до Экофеста вы о нем узнаете. Если будет складываться обстоятельство таким образом, что или же в стране, где Экофест, это Беларусь, нельзя будет скапливаться больше скольких-то человек, или же будет понятно, что людям просто туда не собраться, то естественно есть смысл перенести его. Так же, как и на Транс перенесли на апрель следующего года, и так же, как перенесли в Шаржи Большой Форум. Так, недавно было объявлено, что собрано около 50 миллионов долларов. Какой процент про корневую компанию от одного доллара, который вложил? На этот вопрос я отвечаю очень просто, дорогие друзья. Если параллельно посмотреть, когда вы покупаете, ну, например, там ботинки, то я вас уверяю, я работал с предприятиями легкой промышленности, могу вам сказать, что 100, пока покупая ботинки или там что-то за 100 долларов, значит, 80, а иногда и 90 долларов уходит на всю цепочку. И только 10-20 долларов получает производитель. Понятно, да? В нашем случае это до 40% уходит на всю обслуживающую сеть, на все кабинеты, на прочие дела. И все остальное уходит в головную компанию и на все, как бы, покрытие. Плюс, в данном случае, человек, который вкладывает свой доллар, кредитуя проект, он получает, как говорил Мирошниченко, на 1 доллар. Есть сегодня возможность получить в номинале, в номинале залог 100 долларов, который будет котироваться на бирже и так далее, и так далее. Понятно, да? Далее. Предусмотрена выплата дивидендов, я уже говорил, с 2016 года приобретены доли в количестве, вот еще один интересный пример был, 471 штука. Какова их стоимость человек в 2020 году, то есть на сегодняшний день, чтобы внести их налоговую декларацию? Этот вопрос был, если не ошибаюсь, из Польши. Значит, в России тоже нужно налоговой декларации платить. Дело в том, что имущество в данном случае не в России, не в Польше, это имущество не находится. По имуществу, как по таковому, оно находится на, значит, британской, на островах была, британской в Вирджинии, в акционерном обществе, Евразии, Нарелоскавейсистемсхолдинг, неважно там какой, первый, второй, третий. Вот, поэтому с имущества пока ничего платить на сегодняшний день не надо и морочиться не надо. Но на сегодняшний день человек проинвестировал 2355 долларов, когда был такой дисконт в 2016 году. А себестоимость в 2020 году уже 4700, это при таком дисконте. А при дисконте, который был реальный, до введения, значит, бонусной системы лояльности, поддержки друг друга и проекта, 11. То есть, видите, какая разница, пятикратная разница уже практически, да? Вот, это во-первых. Во-вторых, значит, отвечая на вопрос, хочу сказать, что в декларацию, в налоговую декларацию, только тогда, после того, надо будет вносить все, и в зависимости от законодательства страны, значит, если российское законодательство требует вносить это имущество, но только с того момента, когда вы начинаете его декларировать как имущество, которым вы пользуетесь. То есть, когда оно будет выведено на биржу, и вы внесете его в депозиторий ценных бумаг, с одной стороны, а с другой стороны, для этого используете какой-то банк. И этот банк может быть не российский банк, где вы их внесете, через который будет у вас связь с депозиторием, куда вы внесете эти акции, но может быть и российский банк. Поэтому там, в зависимости от этого, будет у вас налог. Вот, а налог, естественно, надо платить с дивидендов. Поэтому с дивидендов, там, в зависимости от суммы, вы будете платить определенный процент. Там, в России это, по-моему, 10 или 13 процентов, в Эстонии это 20 процентов. Есть разные страны, по сколько платить. Теперь, в случае, если человек, который задавал вопрос, продаст все эти акции, сколько здесь штук у него есть, то и получит за это 471 тысяча, то оттуда надо будет вычесть 2355 и с остатка посчитать налог с дохода. Все. Если будет ли осуществляться продажа доли до конца 15 этапа. Много домыслов, поэтому что осталось? Вы знаете, продажи и не проводилось, идет залог. Причем никаких продаж нет, ни внутренних, ни внешних. Идет залоговое, как бы, гарантирование инвестиций. Все. Поэтому я вам сказал, сколько осталось. Осталось, я объясню вам, сколько. Сейчас я покажу одну минуточку. Поэтому не 3, не 2 процента, а много. Извиняюсь, не туда пошел. Так, смотрите. Значит, первое. Всего столько акций. Причем условия, которые соблюдаются для того, чтобы выйти на биржу, должно у компаний, которые выводят свои акции на биржу, должно быть минимально, как минимум. 50 процентов плюс одна акция свободных акций. В нашем случае это соблюдается и здесь, и здесь. И здесь будет соблюдено. И поскольку мы недофинансировали еще проект, то, естественно, еще и достаточно свободных резервных акций остается. И на биржу будет выведено чуть больше, чем 50 процентов плюс одна акция. Это очень хорошо. Но и хорошо то, что мы уже будем иметь акции примерно до 50 процентов минус одна акция. То есть, какая-то минимальная или менее половины будет уже продана. Это очень хороший аргумент при выходе на биржу. Потому что, когда другие будут смотреть, ага, что это за акции там появились? Евразин, Рейлс, Кодис, Синхолдинг. Так, о, да. Там столько-то проектов уже в работе. Столько-то миллиардов или миллионов. Ага, столько уже построено. Так, и там уже почти половина. Так, это надо брать. Это значит, котировка на бирже начнет играть и повышаться. И это очень хороший для нас результат, друзья. Поэтому, возвращаясь или завершая вопросы, я как раз перехожу быстро еще на пару тем, которые я хотел для вас осветить. Покажите слайд, какой предыдущий слайд. Валерий, не знаю, какой был предыдущий слайд. Так, да, я тоже хочу посмотреть, где раскрываются дивиденды. Дивиденды, дивиденды. Сейчас покажу, друзья, вот этот слайд. Смотрите, вот здесь дивиденды. Сфотографируйте его. Он хорошо показывает логику всего этого дела. И теперь, поскольку тема... Я еще раз хочу о дивидендах, чтобы понимали, люди осознали, что является обязательным условием. Не то, что кто-то захотел, ударил где-то в колокол. Не Юницкий, не кто-то еще выше. Выше его уже навряд ли кто, разве что Всевышний. Так, в нашем проекте, скажем так. Является обязательным условием. Прибыль компаний за год и аудит компаний. Только это дает основание начинать говорить о решении о выплате. В первую очередь выделяется сумма 20%. Выплата дивидендов не зависит от того, выведены ли акции на биржу или нет. Есть прибыль, есть смысл, есть необходимость выделить. Это все делается. Что еще является на решении, влияет на решение о выводе акции на биржу или на IPO? На биржу это IPO и есть. То есть инициация публичного предложения. Объем активов компании уже говорилось. Объем заказов находящихся, объем предзаказов, объем уже проданных и зарезервированных акций. Я уже об этом тоже в соответствии с состоянием компании требованиям биржи. Очень важные требования. Вот еще зависит от многих решений. Важное решение это биржевого комитета котировки. Сколько времени задают часто? Сколько времени? С того момента, когда будет принято решение. А когда это? Это когда будет заказано и положен на стол Due Diligence. Это сделает компания, которая имеет лицензию делать Due Diligence. То есть она делает полную фотографию сверху, сбоку, снутри, отовсюду компания и пишет Due Diligence. И вот с того момента уходит обычно 10-24 месяцев. Потихонечку этот процесс подготавливается. Все средбрендинг и прочие дела тоже в рамках этого, дорогие друзья, делалось и делается. Поэтому этот процесс идет. Очень важно то, что в СМИ о нас говорят с массовой информацией в средствах и в социальной масс-медией. Много разных вопросов. Теперь следующее. Каша в голове, что такое проект. Но, если вы усвоите, что технология и ее сертификация, с одной стороны, а с другой стороны, вывод на рынок этой технологии, на рынок строительства. Вот это и есть проект. Если рассмотреть все 15 этапов, рассмотреть по содержанию все работы, все направлено на это. На каждом этапе есть как работы, связанные с сертификацией, подготовкой, строительством самой технологии, связанной с выведением сертификации технологии, так и целый ряд мер и мероприятий по выводу на рынок строительства. На рынок строительства, в первую очередь, это весь комплекс, это то, что имеется в Минске, это производственные помещения, почти 10 или 12 тысяч метров уже. Это колоссальное производство, друзья. Это КБ, более тысячи человек уже, проектировщиков. Понимаете, какая мощная основа для промышленной индустрии создается. Об этом я не буду говорить. Так, хочу сказать единственное, в пользу того, что инвестируйте. Понимаете, есть проект, если вы знаете, Amway и Network21, учредитель или основатель этой части, маркетинговой части обслуживания Amway системы, автором является Джим Дорнан, которого нет уже среди нас. И он очень хорошо сказал, я этим время от времени пользуюсь, лишь немногие станут заниматься тем, что им не по душе. Только из-за денег. Понимаете, не по душе, но только из-за денег позанимался или начал. Но даже если станут, то это продится недолго. Понимаете. Но почему бы наш проект не мог бы быть таковым, когда это по душе? А когда это по душе, когда? Когда есть финансовая мотивация. Да? Есть первая. Вторая. Интеллектуальная мотивация. Это деятельность, позволяющая развиваться вместе с проектом. Самореализоваться. Сейчас я об этом еще покажу, как самореализуется человек. И второе. Эмоциональная мотивация. В этом проекте все есть. Это кто-то получает все эти три составляющие от выпуска пирожков, а кто-то получает в нашем проекте. Кому? Понимаете? И причем этот проект ведет не к маленькому рынку пирожков в какой-то будке или в каком-то кафе, неважно, или даже может быть в большом заводе. А это всемирная корпорация, нет транспортная корпорация. Причем эмоциональная мотивация, деятельность, эмоциональное поощрение, признание коллег. Вы признаете меня, я вас признаю. Понимаете? Это признание сообщества. Это чаты, в которых мы участвуем. Принадлежность сообществу, занимающимся большим проектом. Это лояльность. С одной стороны, лояльность компании, лояльность того человека, кто этим занимается. Прошу это учитывать. И теперь, если мы говорим, а мы говорим, что бизнес и мы, и наш проект, строю свою команду, обеспечиваю дублирование. В этом есть глубокий, особенно после того, когда нам сработал триггер коронавируса. Создаю свой портфель, если ты еще не создавал, хотя бы шесть миллионов, как там расчет показывает. Далевого участия в транспортной корпорации, дорогой друг. Осваиваю понимание особенностей, деталей проекта, о чем мы говорили в самом начале. Повторяю. Планирую и организую процесс передачи информации о проекте и о возможностях. Я не сам на этом сижу. Я делюсь. Имею сам, делюсь с другими. Вы представляете, какой мощный двигатель включается, энергоинформационный тут? Планирую свои ежемесячные бонусные доходы и действия для этого. Если этого не делаю, я ни хрена не получу, извини за выражение. Постоянно знакомлюсь с текущей информацией проекта. Иначе я не могу быть адекватным во всех этих пунктах. Планирую и организую свой личный рост, личностный рост и духовное развитие. Этот груз не унести. Даже если на тебя упадут 6 миллионов и вот этого нет, то это будет коллапс для тебя и для твоих близких. Я уверяю, об этом можно долго говорить. Развиваю свою финансовую, правовую грамотность. Насколько это необходимо, чтобы объяснить людям. И то, что не знаю, задаю вопрос, получаю ответ. Это есть процесс так называемого освоения и усвоения. Я создаю свою команду. Это очень важно. Прошу вас всех это учитывать. Это наш бизнес. И теперь, не вдаваясь в подробности, это наш проект. Тут много сфер, на которые это все влияет. Первое. Трансмет решения. Новая отрасль промышленности. Это вообще колоссально. Если посмотреть по Киосаки, то это как раз мы и входим в большой бизнес, который находится в правом верхнем углу. Большой бизнес. Мы к нему приобщаемся. А это дает нам возможность заниматься своим бизнесом. Но самое важное, что работает на многих рынках, это социальные гарантии, которые обеспечивают этот проект. Даже сейчас, пока он еще, скажем так, не вышел на рынок, открытый рынок ценных бумаг. Он уже работает на это. Так же, как все эти столбы пенсионного намного сильнее, чем все пенсионные фонды. И сейчас много пенсионных фондов очень сильно к нам присматриваются. Понимаете? А ты кто-то инвестируешь. Это очень важно. По поводу токенов, когда выходят на биржу. Я скажу пару слов. Поэтому это очень важно. То есть ты гарантируешь себе, своим близким будущее. Как минимум. А расчет показывает от 6 миллионов и выше. Пожалуйста. Уже цена. Кому считать, кто считает, обойдется 500 долларов. Или 5 евро. Пожалуйста. 600 тысяч долей или акций. Тоже вариант. Между прочим. Теперь по токенам могу сказать следующее. Когда? Там надо тоже. Там зависит не от того, что кто-то щелкнет и триггер сработает. Нет. Там зависит от того, что все юридические длины до конца. К сожалению, это самая сильная. Это как раз одна из сфер, в которой корона все вот эти режимы, значит, ограничения подействовали. Юридические компании, они вынуждены были, как бы не вынуждены, они не могли выполнять все свои договорные обязательства. Поэтому затяжка. Так планировалось до 1 июля все подготовить. Ну, так, может быть, будет чуть позже. Но в этом году это будет точно. Кто-то говорит, а, она вряд ли будет в этом году. Ну, я так думаю, что будет в этом году выход на биржу. Вывод на биржу, на открытую биржу СТО. Об этом, может быть, еще Алексей Суходой немножко больше скажет. Так, это все было. Последнее, перед тем, как завершить, хочу сказать, дорогие друзья. Друзья, значит, я привел здесь пример во Вьетнаме. На сайте человек выставлял там Skyway Capital, Вьетнам. Все это давно уже прошло. Нету Skyway Capital. Поддержка Skyway Investors. Нету Skyway Investors. Skyway это технология. Есть проект. Понятно. Поэтому надо думать, когда вы где-то что-то пишете или говорите. Следующее, очень важно. Нельзя использовать какие-то фотографии, где-то выставлять все. Везде должна быть ссылка. Или это надо делать только с разрешения. Иначе нельзя никак никуда ничего вписывать вообще. Не рекомендуется размещение текста поверх иллюстрации и так далее. То есть, очень много таких нюансов. Шрифты, которыми вы пользуетесь и так далее. Значит, и последнее, дорогие друзья, что я на своих вебинарах, я повторю здесь, повторение мать учения. Какой свой вклад, такой друг, в России ты сделаешь? Потому что я хочу только одно сказать. Смотрите, Вьетнам. И я закрою Вьетнам, потому что я влюбился в эту страну, несмотря на то, что я русский, живущий в Эстонии. Вот. Значит, они очень четко это понимают, что я сейчас вам скажу. И это показывает инвестиции, насколько они лояльны проекту. Во-первых, они четко говорят, что я могу сделать для проекта. Задаются таким вопросом. Следующий вопрос, как я это буду делать? И тот круг, который я вам показывал в бизнесе, он тоже примерно из этой логики построен. Когда я это сделаю? Потому что можно сидеть, знать что, как, а не поставив когда, ну так и будет висеть. Дальше, какой ресурс я для этого имею? А, что-то не хватает. Что я еще должен сделать, как, когда? И вот этот круг. Рекомендую этим пользу. И это касается не только нашего проекта. Это касается вообще любого дела в вашей жизни. И до завершения. Коронавирус. Ограничения. Вьетнамец. Полковник в отставке. Получил образование в ГДР. Значит, чуть младше меня. Рассказывает, мне пишет, что быстро привел в порядок, значит, эти стенды. Арендовал. Потому что в три раза упала стоимость аренды платы. Он быстро на год завершил, на год сделал договор. Быстро сделал тут свой офис. Выходил в интернет. Народу передавал информацию. Как только сняли ограничения, сразу же приобрел стулья. То есть, что, как, когда, для чего. И начал принимать людей. Вот это здесь сидят представители транспортной ассоциации Вьетнама. За ними стоят десятки тысяч людей. Они просто были в восторге, когда они узнали. Следующий день. Следующие семинары на месте. Потому что там больше десяти нельзя. И потом, через две недели, он собрал много людей. Он провел уже четырехчасовую конференцию. Поощрил людей. И эта команда, которая работала вместе с ним. Раз, два. Это он сам. Три, четыре, пять человек. Понимаете? Вот этот человек наилучший наглядный пример того, что мы и наш бизнес. Наш проект и мы в этом бизнесе. Это самое лучшее, что можно использовать и нужно использовать в это тяжелое время. Впереди, я вас не пугаю. Будьте готовы к тому, что кризис, он идет, будет, есть. И это хорошо, это обновление. Это знаете, как температура перед выздоровлением. Вот. И есть хаос. И вот наш проект, это тот проект, который даст сориентироваться в хаосе. Чего я вам и желаю быть ориентированными, правильно ориентированными. Доброго вам здоровья. Берегите себя и своих близких. Пятый вопрос. Правда ли, что коммерческие трассы строятся уже сейчас или заключены только предварительные договора на строительство этих проектов? Вы знаете, дело в том, что правда и то и другое. Ведь, смотрите, если человек понимает, если понимать под тем, что строится, это уже бульдозер, экскаваторы, сварка идет, установка идет. Если только это строительство, то это тоже уже делается. Делалось в Белоруссии, делается сейчас в Шарджи. Самая такая эксплуатационная трасса 2,5 километра, она строится. Но дело в том, что по ряду договоров, тот же самый 15-километровый с 20-ю станциями договор, по нему ведутся проектные работы. Это тоже есть уже строительство, понимаете? Есть предварительный договор, есть основной договор, это тоже уже строительство. Поэтому сегодня можно сказать, я могу сказать, что где-то больше 14 проектов уже находятся в строительстве. 14! Если кто-то спросит, вот вы, например, Сергей, или еще кто-то, то что, а какие это проекты? Об этом говорить нельзя, потому что Сименс и другие компании за нами следят. И это, скажем так, ну, скажем, это коммерческая тайна компания. Причем, да, они появились и уже пытаются там что-то как-то вот так вот локтем толкаться даже уже в Объединенных Арабских Эмиратах. Но, к счастью, там за этим за всем стоит шейх, и это не так просто там делать. Мы под защитой находимся. Можно ли продлить период покупки пакета с дисконтом 1,60 и так далее в течение хотя бы одного месяца июля открылась все работы и бизнесы? Я понимаю так, что человек задал этот вопрос в связи с тем, что, ну, не может он сразу как бы использовать. Вы знаете, потихоньку инвестируйте, значит, по всей вероятности, в зависимости от того, кто уже вступил в инвестирование, я так думаю, я не даю гарантии, у него будет такая возможность это сделать еще один пакет открыть. Но одним условием будет закройте старый пакет, откройте новый пакет. То есть, скажем так, если я успел в июне, в мае месяце, извиняюсь, проинвестировать, у меня осталось 1100 долларов еще проинвестировать, 11 месяцев, да, вот, то следующий пакет я смогу, скорее всего, открыть, как только я закрою первый. Хотя сейчас я могу их несколько открыть, понимаете? Вот, и поэтому взвешивайте, какая разница, когда вы это сделаете, значит, сейчас или же в июле месяце. Ведь сейчас вам все равно можно открыть два пакета, скорее всего, и, допустим, по 100 долларов каждому заплатить в расчете, предположение, что вы сможете потом оба пакета проплачивать. Кто будет гарантом вложенных мною инвестиций? Одна личность Анатолий Юницкий, банки или государство? Государство тут вообще ни при чем. Государство, в данном случае, где материализуются эти средства, это Беларусь, это белорусское государство, потому что заострованные технологии, где в основном капитализация сейчас происходит, в какой-то степени теперь уже и объединены Арабские Эмираты, да, это государство, в которых отвечает, как бы, за сохранность этого имущества, это его функция государства, вот, в случае, если платятся там налоги и так далее, так далее, так далее, то есть взаимные процессы. Поэтому это гарантия. Теперь вторая гарантия вложенных инвестиций, это акции, которые человек получает, понимаете, это гарантия. Я вложил 100 долларов, я получил сколько? Один к ста сейчас я получил 10 тысяч долларов. На 10 тысяч долларов акции. Да, 14 этап. Было время, когда получал больше, а через какое-то время буду еще получать меньше. Это гарантия. И гарантией является то, что средства, которые я вкладываю, или каждый из нас вкладывает, сначала он, как бы, даже не вкладывает, а сначала он кредитует, и потом принимает решение, что залог акции забрать себе, вот. Вот. Поэтому это вторая такая основная гарантия. Ну, естественно, конечно, в какой-то степени Юницкий неоднократно Анатолий Эдуардович высказывался, что он считает, что он сделает все для того, чтобы акции вышли на рынок. Это его право, это его, как бы, миссия, как он считает, и я его вполне поддерживаю в этом правом. Это правильно. Тринадцатый вопрос. Если моя инвестиция осуществляется в Skyway Community, напомню, я сразу при задаче вопроса поправлю, не в Skyway Community вы инвестируете. Вот куда? В Global Transport Investment. Вот в эту компанию. И в залог получаете, сейчас вот в данном этапе, акции Евразин, Рейл, Skyway Systems Holding 3. В залог получаете. Это раз. Теперь, Skyway Community, он является, с одной стороны, гарантом того, что вы проинвестировали. Деньги он доведет до Global Transport Investment. Он перед ним является, как бы, ну, вашим представителем. И для вас является агентом, что он обеспечит от Global Transport Investment, который является материнской компанией Евразин, Рейл, Skyway Systems Holding. Что эти, как бы, акции будут зарегистрированы, в случае, если вы пожелаете взять в залог на наше имя. Вот основные его, как бы, функции. То, что там в Skyway Capital написано, это, вы знаете, там, посмотрите в договоре, что там написано. Вот. Осуществляет площадка, сейчас называется Skyway Community, которая осуществляет площадка. То есть, механизм настроек этой компании, она осуществляет. А название компании, там они зависят от того, надо посмотреть в договоре, когда вы делаете инвестицию. В договоре все сказано на тот момент, какая компания является агентом и какая компания является гарантом. Вот, что самое важное. И получатель, получатель, он не даст, никогда не выдаст раньше акции, если он ваши средства не получал. Вот. Посмотрите в договоре, там все, вы все это право имеете. Там все открыто и прозрачно. 14 вопрос. Где, в какой части осуществляется вложение, сделанное к мною инвестицией? Скажите, на что конкретно будет потрачена сумма? Вы знаете, это примерно так, что я сейчас бросил щепотку перца в большой чан, скажем, хорошей похлебки. И теперь задам вопрос, в какой ложке будет этот перец? Он в супе, он в проекте, дорогие друзья, понимаете? И теперь конкретно, если вы хотите знать, именно во что идет, это проект. Проект. Что такое проект? Пожалуйста, покажу вам, что такое проект. Проект, дорогие друзья, это технология и ее сертификация. С одной стороны, в проекте так и написано, что основная цель проекта, это сертификация технологии, технологии, инновационной технологии струнного транспорта. Скайвей можно взять, написать, а можно его не писать. И выбор этой технологии на рынок строительства. Вот это проект. О проекте все точно и четко сказано в бизнес-плане. Но, если вы хотите посмотреть, куда идут средства, есть финансовый план. В вашем кабинете вы можете в документах его найти. И там четко, поэтапно написано. С одной стороны, сколько на данном этапе, на конкретном, на 14 этапе, значит, полтора миллиарда залоговых акций выделены по 25 миллионов инвестиций. И там расписано, что на этом этапе должно быть сделано. Вот и все. И следите за рекламой. В рекламе всегда прекрасно видно, извиняюсь, в информационных потоках прекрасно все видно, куда это, ну, как бы, идет. Вот. Вся капитализация в зоострунных технологиях, вся капитализация в шарже, это все. За счет чего? Это же не из воздуха возникает, дорогие друзья. Друзья. Двадцатый вопрос. Правильно ли я понимаю, что после 15 этапа каждая моя доля будет стоить 1 доллар? Как это посчитать? Или как это посчитали? Сейчас идет 14 этап, а доли стоят по несколько центов. Вот у человека такая логика, я объясню, где она ошибается. Вообще, стоимость моих акций, она проявится только на бирже. Это пункт трасс. На биржу будет выводиться по стоимости номинальной, то есть в 1 доллар. Это никак не связано с 15 этапом. 15 этапа, но 15 этап и есть, и никто не говорит, сколько будет стоить. 15 этап закончится, и все. На биржу будет выводиться по стоимости в 1 доллар. На биржу. А биржа уже покажет, какова будет реальная стоимость к этому моменту. Первый вопрос, коллеги. Каких результатов вы ожидаете после выхода на биржу? Как выглядит стратегия компании после выхода на биржу? Состоит ли выход вообще? Результатов мы все ожидаем тех, чтобы номинальная стоимость, первое, чтобы номинальная стоимость акции 1 доллар как можно сохранялась бы и начинала прирастать на бирже. Вот какого результата мы ждем от биржи. Если это такой вопрос. Но этого вопроса может быть и другая сторона. Что человек спрашивая, он думал, что хорошо, вот вывели акции на биржу, что будет делать Sky World Community, например. Я сейчас отвечу, что будет. Тогда как раз работа и начинается, дорогие друзья, и она продолжается, вернее. Дело в том, что в мире очень много проектов. И если кто слушает Юницкого, то построить надо 20 и более миллионов километров трасс, которые ждет мир от нас. Это есть проекты? Почему компания нам поменяла доли по 50 центов на каждый токен, а выставляет на открытую продажу по 10 центов за 100 тысяч токенов? Я заплатил или человек заплатил, я тоже заплатил. 550 долларов ждем. Вразумительный ответ. Значит, вразумительный ответ следующий. Дорогие, дорогой коллега или дорогой партнер, кто вы там есть. Вот, мы меняли и, значит, у нас как бы было 50 центов, мы нереальные деньги платили. Понимаете? Мы меняли доли в отношении к так называемым акциям. Те акции или доли, которые вы приобретали, я в том числе, я приобретал не по одному центу. Я их приобретал там по дисконту значительно, причем на момент, когда этот обмен был, дисконт был достаточно высокий еще. Понимаете? То есть, здесь нельзя так рассчитывать. Это во-первых. Во-вторых, никто вам не сказал, что те токены, которые вы сейчас в резерве там у себя имеете, значит, в своем кабинете специальном, что они точно такие же токены, как и те, которые сейчас приобретают, которые находятся в продаже по 0,1, то есть по 10 центов. У них совершенно другой вес может быть. Мы еще не знаем, еще нам не делали предложений, мы еще не имеем возможности, мы не знаем условий, по которым мы сможем эти токены использовать после того, как откроется так называемое открытое размещение, которое запланировано в белой бумаге, вернее, по крайней мере, описано в белой бумаге, что это будет не ранее первого, начало будет не ранее первого июля этого года. И будет длиться целый год так называемое вхождение нас с нашими токенами в этот процесс. Поэтому нельзя так рассчитывать, значит, вот я, вы же не считаете, сколько вы вложили на то, чтобы приобрести эти 550 долларов. Я могу вам сказать, что я прикидывал примерно, во сколько мне обошлись 550 тысяч долларов. Это было значительно, значительно меньше, я сейчас точно не помню, чем по 10 центов за токен я заплатил. Если так смотреть, моя себестоимость этого, то есть я прокаррититовал проект и у меня образовалось на моей полочке 550 тысяч акций по так называемой номинальной стоимости 1 доллар. Понятно, да? То есть это еще не те доллары и, скажем так, их себестоимость совершенно другая. Поэтому, если я рассчитаю обратно, я рекомендую вам это сделать, то получится меньше, чем по 1 центу. Но, тем не менее, все равно у нас будут определенные, как бы, преференции или преимущества, когда процесс использования токенов выйдет на открытый рынок. Вот, более разумительно, пока ничего не могу вам сказать. Третий вопрос. Может ли экономически повлиять провалу проекта? Нет, проект Skyway, он идет своим путем. Экономический кризис, он еще, как бы, уже давно, в принципе, идет, и поэтому такого, чтобы провал был бы, такого не ожидается. Наоборот, наш проект является хорошей основой для развития, независимо от того, есть кризис или нет экономического кризиса. Какое-то определенное влияние будет, но провал ни в коем случае. Значит, был такой вопрос, что, если не приведи Господь, господин Юницкий умрет, кто будет развивать идеи, технические концепции компании, управлять компанией? На это Юницкий отвечает сам очень просто, он отвечал не однажды уже на этот вопрос, он говорит, что технология уже находится в таком состоянии, что и столько людей работают в этом направлении, что это невозможно без меня остановить. Это будет само двигаться дальше. Есть люди, есть моя спутница жизни Надежда Косарева, которая управляет компанией ЗАО Струнной Технологии, есть другие люди, которые этим занимаются, и ничего не остановится. Технологии есть, и она будет развиваться. Седьмой вопрос. Как будет выглядеть ситуация в компании Skywild Community после окончания 15 этапов и окончания операции с залоговым видом? Еще до окончания 15 этапа мы уже войдем в процесс с токенами, мы будем там участвовать, ну и с каждым, все, ну скажем так, уже в этом году, в следующем, то есть после 15 этапа мы полностью переключимся на адресные проекты, то есть на финансирование адресных проектов и с токенами Skyway Global Token. С 1 июля этого года планируется по белой бумаге, ну так называемая разморозка токенов, и мне надо просят, спрашивают, значит, что можно ли с этого момента размораживать свои токены? Можно ли продавать их на свободном рынке, оплатить и так далее? Какова будет стоимость токенов при разморозке? Вот я на все эти вопросы сейчас сразу ответил. Значит, смотрите, если больше всего повлиял коронавирус или COVID-19 на процесс выведения компаний или выведения этих токенов на СТО, то есть на криптобиржу, по белой бумаге после этого момента, он будет 1 июля, 1 августа или какого-то числа, там немножко сейчас запаздывание идет, но может быть все наверстает компания, которая юридикой занимается. Что это значит? Что такое разморозка? Разморозка, если вы смотрели белую бумагу, будет осуществляться у каждого по 8% ежемесячно. Допустим, в июле месяце я смогу 8% разморозить, в августе 8%, еще, еще, еще и за 12 месяцев я смогу разморозить все свои 100% акции, в принципе. То есть за год, к следующему году я, если захочу, я их могу разморозить. Я сейчас объясню, что такое разморозить. В месяц более 8% нельзя разморозить каждому человеку, кто хочет. Вот если я хочу все свои 100% разморозить, у меня на это уйдет год. Да, теперь что я от этого получу? Стоимость, если вы посмотрите, то первое размещение там по плану, стоимость до 60, пока будет набрано 60 миллионов, то стоимость предложенных на бирже этих токенов будет 0,1 доллара или 10 центов. Это будет та же стоимость, которой я смогу предлагать их. Но другой вопрос, какова будет котировка их на бирже. Понятно, да? Это уже с первого месяца можно будет по такой... Да, да, с того момента, когда начнется их предложение или, скажем, размещение на бирже. Это планируем мы, что по такой сумме будет вывезено, правильно? Да, да, там в белой бумаге так написано. Так написано. Отдельно будет к тому моменту. Это белая бумага. Теперь, как только будет выводиться на биржу, мы точно узнаем все условия. Но пока это эти условия... Следующий вопрос, 12-й. Заканчивается ли после 15-го этапа или 15-го этапа закончился и наша сотрудничество с SkyWay... Не SkyWay, а SkyWay Community. Нет, не заканчивается. И теперь человек задает вопрос, что... А мой личный кабинет и моя структура, могу ли я ее продать? Или она перейдет по наследству? Это собственность моя, твоя, ихняя, у кого есть это. И она приходит точно так же, как и доли, по наследству может перейти. Или же я ее наследую кому-то. Продавать ее нельзя. По наследству она переходит... Это как имущество переходит тоже по наследству. Предположим, господин Иванов или какой-то господин Гробар не сделал наследство и у него остался шикарный хороший кабинет со структурой. Что с этим делать? Что с этим произойдет? Тогда, когда будут его имущества делить, это будет включено в состав его имущества. И тогда уже у нотариуса определится, кому это переходит. Как и делится имущество обычно. Когда начнется выкуп доли от партнера 75+, и в какой форме? Обычно люди не понимают, какое предложение было сделано. Выкуп 75+, распространялся на тех, у кого были в их портфеле акции Евразин, Рейлс Кавейс Систенс Холдинг 1. То есть первые акции, которые отдавались за залог. То есть Евразин, Рейлс Кавейс Систенс Холдинг. Не Холдинг 2, не Холдинг 3, а именно Холдинг. И это те, кто инвестировали до середины 2016 года. Не более. И тогда, если было еще и 75+, то у них была возможность частично выкупить или продать свои доли. Это распространялось и распространяется на тех, у кого доли Евразин, Рейлс Кавейс Систенс Холдинга. Не Холдинга 2 и не Холдинга 3. Первый вопрос. Двенадцатый вопрос. Если кто-то из студентов транспортных вузов желает разработать дипломную работу и так далее, может ли он рассчитывать? Нет, дорогие друзья. КБ, сотрудники КБ, они очень практически, во-первых, этот студент туда никак попасть не может. Там все, скажем так, конфиденциально закрыто. Там даже между помещениями не все могут болтаться. То есть одна группа разработчиков не может толкаться по КБ и ходить в другие помещения. Там все очень непросто. Это первое. Второе. Они полностью сконцентрированы на работе, которая ведется на наш проект. Поэтому ни с какими там студентами у них нет времени заниматься. По своей вот, значит, поэтому этого нет. Можно только на общественных началах посмотреть, что есть доступно на сайте. Причем, если там посмотреть, там много интересной информации даже по тем отчетам, которые есть на сайте инженера Юницкого. Там можно много чего нарыть и даже докторскую сделать, между нами говоря. Правда, ссылаясь на автора. Последний вопрос. Когда и как будет запускаться программа работы с VIP-инвесторами? Ну, она, в принципе, в программу еще не сформирована. Эта программа, она и сегодня существует как таковая. Это отдельные договора, это отдельные, значит, соглашения. Ну, и есть практически РЦГ или Royal Capital Group Fund. Он придуман и, скажем, создан для работы с VIP-инвесторами. Но там есть еще, скажем, предложение, оно очень такое плоское и простое. И вот сейчас доводится до ума. Предложения будут в ближайшее время сделаны. Можно ли рассчитывать на отвод земли под высокоскоростную трансу в Белоруссии? Да, вы знаете, как Ильницкий говорил, повторяю только в какой-то степени, или транслирую какую-то часть его слов, что в действительности ведутся определенные действия для того, чтобы, как бы, получить или прорабатывается вариант и продолжение трассы в Белоруссии, скажем, на основании того, что уже было сделано. Ведь там практически была трасса вся согласована на 23 или 25 километров за пределами экотехнопарка. Но сейчас вот восстанавливается то, что можно восстановить. Но непонятно там, как по времени, сколько займет и так далее. Но активно ведутся работы в Объединенных Рабских Эмиратах. Где будет построена испытательно-демонстрационная трасса для высокоскоростного транспорта 500 километров? В Объединенных Эмиратах сейчас работа идет по этому поводу. Проектные и согласовательные документы оформляются там, скажем, 25 километров. Но не исключено, идут подготовительные работы, что, может быть, будет это дело сделано еще и в Белоруссии. Все зависит от того, где быстрее удастся это сделать. Потому что в Белоруссии, как Юницкий говорит, было бы в три раза дешевле это сделать. Поэтому все равно еще попытка идет и в Белоруссии. Но дальше продвинулись именно в Объединенных Рабских Эмиратах. Так что ответит, скорее всего, я сегодня думаю, что это будет в Объединенных Рабских Эмиратах. Теперь следующий вопрос. Что касается инотранса в Берлине очередного, инотранс 2020. Он перенесен на апрель месяц следующего года, 2021 года. 10 апреля. Экспо Дубай перенесено на год практически. Начинается, по-моему, 1 октября следующего года. И вопрос, Скайвей появится там или нет, по всей вероятности появится и там, и там, но инотранс будет в апреле. В апреле. Дубай будет в октябре следующего года. Но на Экспо Скайвей будет на своей площадке в Шардже презентовать технологию. И на экспозиции, экспозиции на Экспо, он не будет выставлять площадку. Он будет презентовать, приглашать гостей прямо в Шарджу. Будет ли организован Экофест в 2020 году в Беларуси в Марино-Горке и конференция Скайвейлд Комьюнити? Значит, на этот счет я могу единственное, что ответить. Пока четкого решения даты нет. Тут существует или действует одно правило, что объявление об Экофесте должно выйти за 90 дней до дня его проведения. То есть мы узнаем об этом за 90 дней до того, когда он будет проводиться. Пока этого неизвестно. Если сегодня мы этого не знаем, то в августе, значит, уже не будет. Итак, дорогие друзья, Владимир, тебе огромная-огромная благодарность. Спасибо, 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 коллеги, спасибо. Спасибо.